Меня зовут Саша, и я буду рассказывать вам о воде на Марсе. Кроме самой воды, почему это важно, почему мы тратим на это, ну не мы конкретно, но почему налогоплательщики дали на это деньги, как была вода и что с ней случилось в итоге. Собственно, сейчас всё получится. Отлично. Начнём чуть-чуть с истории. Лет 100-150 назад примерно вот это видели люди, когда смотрели самые мощные тогдашние телескопы. Закономерно они видели полярную шапку, и это привело к довольно простому логическому выводу о том, что если есть полярная шапка, как на Земле, то есть вода, есть вода в жидком состоянии, и Марс очень плотно вошёл в культуру, в книги, потом в пневматограф, именно благодаря заблуждению, что на Марсе есть жизнь. Вот эти вот чёрные пятна, люди видели их и воображали, что это леса, что там есть моря, что там есть океаны. И это всё продлилось где-то годов до 60-х. В 60-х годах методом рогатки, если кто не знает, когда во времена Холодной войны СССР и США, они запускали зонды, они ещё не умели выходить на орбиту, поэтому они просто прилетали мимо. Вот, они всё время прилетали мимо, и половина из них была неудачной запуски, но в конечном итоге у них получилось. Вот это Маринер-4, это Маринер-9 и это Марс-5. Маринер-4 был первым аппаратом, который вышел на орбиту Марса и закрепился там. И закономерно начал отправлять снимки и данные, и тогда стало понятно, что никакой жизни на Марсе нет, нет никаких лесов, нет морей, и всё это похоже на безжизненную пустыню. Чуть-чуть рано переключила, но со временем прогресс не стоял на месте, технологии развивались, и всё более новые и новые разработки, которые отправлялись к Марсу, они давали всё больше надежд. Вот такие снимки были получены уже годам в 80-м, и это классическая дельта. Она похожа на дельту Амазонки, но это дельта какой-то реки, которая текла на Марсе. Я, в общем-то, забыла вначале сказать, что вода на Марсе, она как бы есть. И она есть не только в замёрзшем состоянии, она есть и в жидком состоянии, но не всегда. Она испаряется периодически, есть не только лёд углекислый, есть и лёд водяной. Примерно, кстати, такой же, как вот у нас на Земле, грубо говоря, по составу, очень-очень груб. Вот, и вот эти вот фотографии и данные, которые получали специалисты НАСА, они наталкивали на мысль о том, что когда-то вода была, потому что рельеф, он соответствует, ну, как бы соответствует рельефу высохшей реки. Были рельефы морей, рельефы океанов, ручьёв, какие-то странные конструкции, похожие на гейзеры. И это наталкивало учёных на мысль, что нужно дальше вести поиски, и когда-нибудь всё будет хорошо, и когда-нибудь мы что-нибудь найдём и узнаем об этом. Что-то случается постоянно. Вот, в 2001 году на орбиту Марса вышел аппарат Mars Odyssey. У него было достаточное количество приборов, с помощью которых он просканировал поверхность Марса, и вот эта карта, которую вы видите, это карта распределения воды на поверхности Марса. То есть мы видим, что на полюсах воды, именно H2O воды, не каких-либо других соединений, мы видим, что на полюсах, где есть ледники, а ледники, вот эти ледяные шапки, они периодически подтаивают, потом обратно намерзают, на полюсах есть достаточное количество воды, и немного воды есть в районе экватора. Ещё у нас есть карта процентной влажности грунта. Большинство зондов, Викинг, Феникс, потом Спирит, потом Оппортюнити, потом Кириосити, они все были оснащены приборами, которые позволяют, которые засовывали, грубо говоря, делали пробу грунта. И благодаря этим пробам мы подалось составить, опять-таки, карту, это старая карта, опять-таки, от Марса Гисея, но пробы грунта подтверждаются. Например, Кириосити, когда высадился, и вот он сколько уже, по-моему, больше двух лет гоняет по равнинам Марса, в зависимости от того места, куда он приезжает, есть разное количество влажности воды, есть 3%, где-то 1%, где-то 6%. То есть потенциально под вот этой вот пылевой коркой, которая есть под этой пылью и прочими соединениями, которыми покрыт Марс, вода есть. Это ровер Opportunity, у него был как бы брат-близнец, ровер Spirit. Они были отправлены с разницы в этой неделе для исследования, собственно говоря, воды. Где вода, где она была, где ее найти. У них абсолютно разная судьба, ровер Opportunity ездит до сих пор, его гоняют, его уже нельзя откуда послать, он проработал, по-моему, на 10 лет больше, чем ему надо было. На 10 лет больше, чем на 10 лет больше уже, кажется. Ну, как бы он очень давно ездит, и он постоянно ищут новые цели, и он нашел все, что должен был найти. Он нашел дно морей, он нашел гальку, он нашел глину, соляные выбросы, все то, что указывает на то, что когда-то то, что мы видим, было покрыто водой. А это история про марсоход Spirit. У него чуть-чуть по-другому сложилась судьба, он проработал 5 лет, и где-то на, могу ошибаться, на середине своей работы у него поломалась ножка, колесико. И он валул вот это вот колесико за собой, и за счет того, что он ехал, и колесико просто тащилось следом, он, грубо говоря, как ковшом снимал пробу с грунта. И вот этот след, который он оставляет, это соль, обычная, ну как бы соль, ну не совсем обычная, но стандартная, как бы соль, которая оставляет моря, грубо говоря, чтобы не вдаваться в химию. Вот. Закончил он существование свое чуть-чуть грустновато. Вот это его одни из последних фотографий. И вот это колесико, вот это колесико неработающее, когда он ехал, грубо говоря, на очередное задание, оно попало в песчаную дюну. И эта дюна, под слоем песка оказались опять-таки соли, и эта дюна стала могилой, он проработал спустя время, просто после зависания. Его очень долго пытались спасти, но ничего не получалось. На нем развернули станцию, как бы статичную, которая исследует все вокруг, и в конечном итоге из-за неправильного расположения, неправильной температуры и недостатка солнечной энергии, он просто перестал выходить на связь, и до сих пор где-то стоит одиноко с этим колесиком, и ждет как-то, ну, по-боже, или нет. В 2005 году на орбиту Марса вышел Mars Orbiter, зонного поколения, который первый зафиксировал марсианские ручьи. Собственно, вот они на картинке, это вода. Ну, правда, не стандартная вода, но тем не менее. Ученые несколько лет бились над проблемой, почему вода есть, потому что на Марсе очень низкое давление, и температура Марса редко когда повышается до 20 градусов, в основном там, ну, минус 50, минус 30, минус 20, ну, как у нас очень плохой зимой. И как при низком давлении вода может оставаться в жидком состоянии? Несколько лет ушло на исследование, и потом случилась эврика. Это соляной раствор. Наличие большое количество нитратных солей в этом растворе позволяет воде не занерзать. Таким образом, каждую весну и каждую осень она стекает по склонам. Склоны окрашиваются вот такими полосами. Летом она высыхает, потом осенью опять стекает, потом зимой опять высыхает. Это данные с аппарата Феникс. Его отправили, собственно, искать воду, высадили его в регионе, где потенциально был лед под коркой, под коркой, под песочком, и у него получилось. Ковшом он срезал, вот, вот, ковшом он срезает часть грунта и находит лед. На картинке, на слайдике разница между изображениями в 4 дня. Солодь на марсианский день, он на 37 минут больше земного, всего ничего. Вот, как вы видите, лед, он потихонечку испаряется. То есть, ну, как бы, глубина ковша у него, вон, 20 сантиметров, то есть достаточно неглубоко копнуть, чтобы найти воду. Правда, в таком состоянии, но это лучше, чем ничего. Это снимок из последней конференции НАСС. Если помните, НАСС отдавала такую большую масштабную конференцию о том, что мы точно теперь уверены, что это вода. Это другое место, вот, просто оно аналогичным образом стекает в аналогичный период времени весной и осенью, и потом обратно замерзать. Почему мы, собственно, об этом говорим? Как бы, казалось бы, вода на Марсе, это очень далеко, и нам оно все до одного места. Существует гипотеза, она имеет право на жизнь, но очень большое право. Вот так выглядел Марс, мог выглядеть Марс примерно 4 миллиарда лет назад. Не уверены, 4 или 3,5, или 2,5, но вы видите, что там есть жидкая водичка, там есть облака, облака есть сейчас, но их очень мало. И это, в принципе, похоже на какой-то адекватный земной более-менее пейзаж. То есть все было когда-то более глуше, чем сейчас, была какая-то атмосфера, ну, теоретически, гипотеза, ну, сами понимаете. Была какая-то атмосфера, и, опять-таки, теоретически там могла быть какая-то жизнь. Но потом, гипотеза, я напоминаю, но потом случилась беда. Вот эта беда, где-то, опять-таки, 4 или 4 плюс-минус 1,5 миллиарда лет Марс столкнулся с крупным небесным телом, который просто все, все, кашу, смерть, смерть, ужас. Вследствие чего? Вследствие удара остановилось ядро, вследствие ядра магнитные поля улетучились, Солнце сдуло солнечным метром всю атмосферу, да и так коротко, ну, в общем, все плохо, и все, что там было живое, оно все умерло. Возвращаясь к тому, почему мы об этом говорим. Сейчас. Нет, все. Я просто тогда буду говорить дальше. Это не было интересно. Это на блок вопросов. Почему мы об этом говорим, опять-таки? Во-первых, потому что, да, мы все живем в... Такая самая эгоистичная причина, мы все живем в век технологий, всего такого прочего, если все смотрели Ремагеддон, но вот такого, что было тогда, на самом деле, не застрахован никто. Ну, как бы, понятное дело, что есть какие-то теории, то есть все исследования Марса, которые мы делаем сейчас, это задел на будущее. Точно так же, как когда в среднее века, в античное время, ученые, используя минимум свои техники, делали какие-то открытия, мы использовали их потом. Точно так же все то, что открывается сейчас, будет в будущем использовано для каких-то более важных целей. Во-вторых, у нас есть прекрасная, ну, даже не то чтобы гонка вооружений, но есть научный прогресс. Научный прогресс, он подстегивает и стимулирует изучать еще что-то новое. То есть есть вода, значит, может быть, есть что-то еще. Значит, нужно еще больше в это углубиться, еще детальнее узнать этот вопрос и ознакомиться со всеми данными. То есть просто как бы одно дело, если бы Марс это была просто какая-то безжизненная пустыня, и там ничего не было, ну, вот там находят воду, и значит, ну, если там есть вода, то это наводит на какие-то логические... Да, да, и заставляет что-то делать. И, в-третьих, существует гипотеза, которая говорит о том, что жизнь на самом деле, она не зародилась конкретно здесь. Если кто не знает, в принципе, минимальные, самые-самые крошечные бактерии, в 12 сотен раз меньше, чем наши стандартные допеточные, они могут выживать в условиях вакуума, в условиях космоса. Некоторые из таких были найдены на астероидах, которые попали к нам с Марса. Нам с Марса досталось всего 20 астероидов, когда, ну, таких маленьких камушков, когда гипотетически большое тело столкнулось с поверхностью Марса, произошло огромное деление породы, и часть из этой породы со временем притянула к Земле. То есть исследуя другие планеты, кроме там всяких колонизаций, кроме глобального желания узнать, есть ли они одним или во Вселенной, и других вещей, исследуя Марс, мы пытаемся найти ответ на вопрос, кто мы и откуда мы произошли, и как мы появились вот здесь, и как произошел вообще глобальный процесс эволюции. Наверное, это всё, я, конечно, половину забыла, но, наверное, это всё, поэтому, если у вас есть вопросы, да. Ну, я думаю, все смотрели в Марсиане, на недавал вышедшего. Вот вопрос про почву. Можно ли там вырастить картошку? В Марсиане есть две загвоздки про почву. Во-первых, почему биолог идёт на Марс, он биолог, и почему он не везёт сама на Марс в грунт? Во-вторых, почему человеческие экскременты используются в качестве удобрения, если через что они малопригодны, чтобы не сказать хуже для удобрения? Ну, теоретически, химический состав поверхности Марса, он имеет похожие с Землёй компоненты, но это песочек, песочек. Там есть, конечно, разные залежи, но, то есть, как бы, имея должное, надо ставить эксперимент, на самом деле. Ну, как бы, лето спорка, под которой лёд, как можно вольду сжащий? Вольду? Песочек, это джаст песочек, в данный момент. Вольду можно брать водичку оттуда и поливать лёй, если только не соляную водичку, а вот нормальную водичку, там, на шапке ходить, забирать водичку, добить лёд и поливать ей растеницы, это будет хорошо, потому что водичку ссорь его и всё, смерть. Ещё не нужно сделать. Ещё. Ну, да, в принципе, окей, если гипотетически взять все необходимые элементы и привести их на мазь, то там будет что-то расти. Но конкретно будет ли это расти в грунте, в песочке, ну, как бы, там вопрос был просто про грунт марсианский. Да? Сейчас в Америке есть программа, которая... Нет. Марс 1, да? Да. Насколько она реальна и... Она нереальна. Ну, как бы, она очень популистка, она задумывалась как шоу. Они хотели найти деньги, вот когда они анонсировали эту программу, они хотели найти на неё деньги и чтобы за счёт положения и дотации всё это дело раскрутить. Но как-то очень скептически её восприняли, денег им никто не дал. К тому же, ну, тут до полёта осталось, там, 21-й год или 22-й, да? Тут до полёта осталось, как бы, ну, 7-8 лет. Нет ни ракета-носителя, нет ни прототипа космического корабля, нет ни одного спущенного бокса, жилого модуля, нет, как бы, кроме отбора астронавтов, ничего не случилось больше. Нет каких-то... Ну, ничего нет, на самом деле. Никто никогда не прилетит с вероятностью, там, 95%. Когда, по-твоему, полетят? Ну, NASA хочет полететь в 30-м году, и у NASA есть ракета, и NASA её тестирует сейчас уже. А Илон Маск, который делает... Он Илон. Ну, этого. Да, да. У него что-то... У него есть Dragon Mars, прототип, но если учесть, что он до сих пор не выпустил в производство пилотируемый Dragon, который заменил бы союзы для МКС, Dragon Mars он откладывается на очень долгий срок. То есть не раньше, в любом случае, 30-х, 40-х годов. Ну, мы надеемся, что Илон Маск доживёт. Да. А его идея терраформирования Марса с помощью бомбардировки полюсов ядерными бомбами, она вообще как? Хороший вопрос. Постановка отличная. Дело в том, что данные, которая, как бы, вот эта вот идея, которую выдвигал Маск, она не нова. Она, наоборот, очень старая. Относится к годам ещё в 80-м, когда учёные не знали, что в основном под полярными шапками, полярные шапки Марса, это 8 метров углекислого льда. Правильно, да? Углекислого. И очень много льда водяного. Если растопить полярные шапки Марса, то получится покрыть всё, всё на 22 метра вглубь. И за счёт того, что углекислого газа, на самом деле, очень мало. Ну, как бы, даже если весь его разбомбить и растопить, этого хватит, чтобы продвинуться на 1%. К тому же, по ресурсам нужно, я как раз не читала, по-моему, 55 тысяч зарядов размера царь-бомбы, чтобы разбить весь углекислый лёд, и чтобы он весь потаял, и это вызовет... Ну, как бы, это ничего не даст. Правильно я понимаю, что атмосфера всё равно не удержится из-за отсутствия магнитного поля, и атмосфера сдуется просто солнечным ветром. Ну, не вдаваясь подробностей, как бы, даже если запустить какие-то процессы, которые на эту атмосферу, нет чего-то, чтобы её удерживало. Она просто выйдет наверх и улетит. А если она, если она тяжёлая, её можно сильнее притягивать. Если она тяжёлая, нам не нужна. Ну, это сейчас не нужна, потом уже. У нас есть Минера. Нам тяжело. Там очень тяжело. Ну, может, не понравилось. Ну. Есть ещё вероятность того, что на Марсе смогут найти какой-то минерал или другое ценное вещество, которое сподвитит нас к, ну знаю, экспансии, колонизации роботами, возможно, и, ну, он уже изучил, и танцы. Вода весьма ценная вещество уже будет. Ну, как бы, да, через 50 лет это будет вода, но вообще, ну, как бы, да, есть такая вероятность, потому что всё, что можно на данный момент, это с орбиты сканировать планету, как бы, там, лёд, залежи воды. Нет пока каких-то точных данных по поводу минералов, а ровры, которые, как бы, ездят по поверхности Марса, но не стучают 20 сантиметров, ну, 30 сантиметров. То есть, грубо говоря, если взять лопату и копнуть на метр вглубь, то там можно найти много чего интересного, гораздо интереснее, чем то, что есть сейчас. То есть вероятнее, что следующим таким шагом будет пересылка туда какой-то буровой установки, и... Это очень тяжело... ...в плане нагрудки, которую можно поместить, ну, как бы, это тяжело вот эту буровую установку засунуть в маленькую капсулу, это всё отправить, и... Роботизированные кроты. Нам нужны роботизированные кроты. Слишком много рисков. А программы НАСА, они как бы прописаны на ближайшие, на лет 15, и там, по-моему, про буровых установок ничего не было. Ещё? Всё? Отлично. Значит, тогда мы... Спасибо. Спасибо. Спасибо.